Ну и в продолжении футбольной темы. Спорт, который любят миллионы, вдохновил и лучших часовых мастеров на создание новых коллекций. В этом можно было убедиться на престижной выставке часов и ювелирных изделий в швейцарском Базеле. О блистательных экспонатах Иван Благой. Роберто Карлос, Джани Инфантино и Усейн Болт. Гол! Играют в футбол в командах Марадон и Мауриньо. Я вот все это произношу и кажется, что это сон. И в этом сне самый быстрый человек на планете Усейн Болт не забивает с 30 сантиметров. Зато Марадонна в ударе. На поле и наш Алексей Смертин. Говорит, в раздевалке только и разговоров было, что о чемпионате мира в России. Я не знаю, вот Мауриня спросила, приедет или нет, но всех тех, кто присутствовал и кого я спрашивал, все собираются приехать к нам. Это прекрасно. Всех великих на одном поле собрала компания Убло. Официальный хронометрист чемпионата с таким вот размахом проходит презентация смарт-часов, которые не только показывают, сколько дней осталось до главного праздника футбольной жизни, но и позволяют болельщику из любой страны окрасить циферблат цветами родного флага. Ремешки есть тоже съемные фанатские. Биг-бэнк рефери. Такие часы будут носить судьи на поле. Всего выпущено 2018 экземпляров. Ну а это для тех, кто, несмотря ни на что, любит механику. Модель специальная для России, тоже к чемпионату мира. Спортивную тему, правда, в своей манере в этом году продолжает и Шапар. Юбилейная модель «Хэппи-спорт». Спортом занимаются бриллианты, свободно скользящие по циферблату. Знаете, они так шумят, очень мило и приятно. Еще бы неприятно. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка – лицо фирмы в России. Ну а эти уникальные часы, да, это все же часы для тех, кто не просто хочет, но и в первую очередь может почувствовать себя императрицей. Таких часов из коллекции «Империале» всего 8. Нас вдохновила большая корона Российской империи, созданная в 1762 году. Японский жемчуг, рубины, бриллианты – дорого, богато. Чего же хотят женщины? Женщина не всегда знает, чего она хочет. Но абсолютно не обязательно бриллианты, уверенная у Дженни Бруни, дочь основателя фирмы Паскуали Бруни. В богиню прекрасную даму может превратить и хальцедон с лунным камнем. Они отражают настоящую женственность. С ними хочется быть самой собой, той, какая ты глубоко в душе. Как же здесь легко забыть о времени. Дамы могут, кажется, вечно разглядывать и, главное, примерять украшения. Мужчины наслаждаться искорками радости в прекрасных глазах. Как все это создается? Например, эти коллекции Вортича и Туамуа. По вдохновению или по расчету? Когда можно похулиганить, как удалось сделать в Крэзимолс от Дегризогона? И насколько похулиганить? Глава ювелирно-часовой фирмы Фавас Груози говорит, все подскажет интуиция. Ему она порой дает радикальные советы. Когда я увидел, что получилось сначала, мне не понравилось. Плохое чувство. Я приказал все уничтожить. И на этом была поставлена точка. Так что в витринах лишь то, к чему у него лично сердце лежит. Когда коллекцию называешь именем дочери, Аллегра это тоже о чем-то говорит. Но вернемся к царству тестостерона. На презентации Убло как раз завершился матч всех звезд. Победила дружба. Ну а легенды футбола рассказывают журналистам, кого они видят фаворитами чемпионата мира. Аргентина, Бразилия, Бельгия. А Россия никак? Полуфинал. Неожиданно щедро. Впрочем, итераться как будто сговорился с Марселем Десаи. У вас может получиться, как у Кореи в 2002-м. Она дошла до полуфинала на кураже, благодаря мощной поддержке болельщиков. Что-что, а уж зрительскую поддержку дома наша команда точно получит. Иван Благо, Дмитрий Волков, Первый канал, Базель.